Доброго времени суток, друзья, коллеги, а также уважаемые клиенты сайта mag-expert.org. С вами Евгения Тарун, и на этот раз я вас буду знакомить с гаданием на исполнение желания. Это пассиансный метод гадания, но проявивший себя достаточно эффективно. На самом деле я сделала модификацию этого расклада под свои, скажем так, практические нужды. И надеюсь, что эта модификация и вам покажется вполне логичной и эффективной. Итак, перед вами 4 туза и колода карты с 36 листов. На каждый туз вы загадываете желание на определенное время. То есть вы задаете сроки исполнения этого желания самостоятельно и заранее. Ну, допустим, мы будем брать сроки в один год. То есть будем загадывать желание, будет ли оно в течение этого года. На червовый туз я предлагаю загадывать желание в области и сфере чувств и взаимоотношений. Ну, допустим, выйду ли я замуж, прожжу ли я ребенка, встречу ли своего любимого и тому подобные вещи. То есть все, что касается личной жизни, это вот туз червовый. Туз бубновый будет касаться всех финансовых вопросов. Таких как, заработаю ли я такую-то сумму денег, смогу ли я повысить свои доходы в течение этого года, улучшится ли мое финансовое благосостояние и так далее, и так далее. То есть все вопросы, касающиеся финансовой сферы. Туз треф – это карьера. То есть все вопросы о назначении на какую-то должность, на трудоустройство, какие-то казенные дела, оформление каких-то документов и подобные вещи. Это все вот касательно туза треф. Также здесь могут проходить какие-то лечебные процессы, то есть что касается школ, больниц, высших учебных заведений, учреждений государственного плана, там субсидии, ЖЭКи и тому подобные вещи. Это все туз треф. Ну и, наконец, туз пик. Вот тут очень сложная ситуация, поскольку туз пик может означать личные амбиции. То есть все вопросы, касающиеся каких-то личных амбиций, личностного роста, могут проходить по этой карте. По этой карте также можно смотреть операции. То есть пройдет ли операция успешно, не будет ли там осложнений и тому подобные вещи. То есть это личные какие-то свои достижения, реализация собственных каких-то амбиций. Ну и плюс вот эти все вопросы, касающиеся именно хирургических вмешательств. Давайте попробуем определить вопросы вот таким образом. Например, вот ко мне недавно обратилась одна клиентка и попросила у меня по всем этим вопросам консультацию. То есть она интересуется, как будет складываться ее личная жизнь, она интересуется, как будет складываться ее карьера в этом году, будут ли улучшения какие-то. Также ее очень интересует финансовое и материальное положение, ну и личные амбиции, там стрессы всякого рода. Тоже ей интересно знать, будет ли что-то в этом плане происходить в ее жизни. Вот мы обозначили кверента, то есть задумали персону. Бланку мы здесь никакую не загадываем. То есть персону мы никак не обозначаем в раскладе, мы обозначаем только лишь ее вопросы. Запутываем, естественно, тузы, так, чтобы мы не знали, где какой лежит. И выкладываем их снова вот в линию. И теперь тасуем оставшиеся в колоде карты. И начинаем раскладывать пасьянс. И теперь так. Так. Вот так. Ну, тут мы уже можем положить шестерки. Я буду ложить вот так вот сверху, чтобы все нам было видно. Здесь еще семерка уходит, восьмерка уходит. То есть нам нужно собрать шестерку, семерку, восьмерку и так до короля. При этом масть нам не имеет никакого значения. То есть могут быть номерные карты разных мастей. Здесь семерок нет, поэтому мы не можем пока что ничего здесь переложить. Здесь тоже шестерку мы не можем убрать. Ну, и здесь, соответственно, тоже. Вот, собственно говоря, на первом этапе мы больше ничего выложить из пасьянца и не можем. Здесь шестерка уже занята, здесь шестерка тоже уже занята. Девяток здесь нет, а здесь нет семерок, чтобы положить. Здесь, соответственно, мы вообще ничего не можем отложить, поскольку здесь нет шестерок первой карты. Соответственно, собираем снова и проделываем ту же процедуру еще два раза. То есть у нас должно быть вот таких вот три круга. Снова тасуем карты. И повторяем процедуру. Ну, тут девятку же можно убрать. Шестерка. Семерка. Восьмерка. Все, девяток здесь нет, соответственно, больше ничего сделать не можем. Здесь нет десятки. К сожалению, нет семерки, не можем ничего сделать. Ну, и здесь тоже нет шестерок, соответственно. Убираем опять все карты. И снова тасуем. Повторяем процедуру последний раз. Убираем. И так. Повторяем. Так. 8, 10, валет. И на этом все. Здесь, к сожалению, нет валета. Здесь нет восьмерок. Ну, а здесь нет шестерок. Ну, все. Убираем карты. Ну, и смотрим, что у нас здесь. По деньгам у нашей кверентки не супер-пупер, в том плане, что финансовая сторона ее жизни никоим образом не изменится. Ни в худшую, ни в лучшую сторону. То есть все как было, так и останется. Насчет карьерных вопросов, трудоустройства, всего лишь две карты. То есть трудоустройство возможно, но маловероятно очень высокая позиция. То есть, скорее всего, вот первая-вторая ступень по той профессии, которую она хочет трудоустроиться, будут ей доступны. Но более высшие позиции, соответственно, вряд ли. То есть сначала, скорее всего, через практику, то есть испытательный срок какой-то, плюс вот начальная позиция. То есть самых-самых низов придется начинать. Что касается личных амбиций и вот каких-то таких вот, таких потрясений в личностном плане, в личностном росте, то здесь ситуация получше, здесь мы дошли до десятки. В этом плане у человека будет ситуация что-то вроде через тернии к звездам. Придется пройти через какие-то серьезные трудности, но, тем не менее, человек на этих трудностях может закалиться, как стать. Ну и, наконец, последний. Туз, червовая масть. То есть это ее личные дела, личная жизнь. Здесь мы дошли до валета, к сожалению, не сложили всю масть. Если бы сложили всю масть, ну, не масть, а я имею в виду от шестерки до короля разных мастей, то можно было бы говорить вообще о свадьбе. Если дама наша незамужняя, да, дама на самом деле незамужняя, интересовалась именно, как будут обстоятельства личной жизнью дела, будет ли брак. Так вот, в этом году она, скорее всего, встретит свою вторую половину, то есть у нее будут серьезные отношения, будут вот какие-то серьезные, длительные и весьма перспективные отношения, но свадьба и в этом году дело пока что не закончится. Вот такой вот небольшой анализ по четырем сферам жизни, и мы можем видеть, что и как, в каком процентном, да, допустим, соотношении будет важно для нашей эквиренки в этом году. Надеюсь, этот расклад вы возьмете себе на заметочку и, может быть, будете им пользоваться, как таким вот, знаете, наметочным. Вот, знаете, когда швея, допустим, что-то шьет, то она сначала делает наметку. Вырезанные уже скройные детали, она метает. И только потом ложит хорошие, там, правильные, аккуратные швы машинкой или, там, ручной шов какой-то декоративный и тому подобные вещи. То есть доводит вещь до готового изделия, то есть до ума. Так вот, этот расклад, он хорош в виде такой вот наметки. Когда вы уже видите общие тенденции по разным сферам жизни человека на текущий год, то вы уже можете посмотреть что-то подробнее на других раскладах. Ну, допустим, ту же финансовую ситуацию. Что человеку не хватает для того, чтобы свое финансовое положение сделать более комфортным, более эффективным, да. А мы видим, что проблема вот в трудоустройстве. У человека низкие позиции по трудоустройству, соответственно, они не самым высоким образом оплачиваются. Плюс личные амбиции могут мешать. Они тут вот не то чтобы зашкаливают, но достаточно высокие. Соответственно, могут быть проблемы в этом плане. То есть все это можно анализировать. Ну и тут видно, что все, как бы, силы уходят на личную жизнь. Соответственно, не до работы, не до карьеры и не до вот этих вот всех вещей финансовой точки зрения, да. Это такой вот набросочный материал. А дальше вы уже анализируете каждую тему в отдельности специализированными отдельными раскладами. Я буду завершать этот видеоурок. Если вы являетесь клиентом нашего сайта MagExpert.org, обращайтесь, не стесняйтесь, заказывайте подобные расклады. Всегда будем рады вам помочь, проконсультировать и наметить вам канву ваших будущих событий, да. Вот такую вот схемочку нарисовать. Спрогнозировать, каким будет этот год для вас. Заканчиваю, но не прощаюсь, как обычно, а говорю вам до новых встреч и до новых видеосюжетов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok